Всем привет! Сегодня у нас воскресенье, мы у папы выходной, и в общем сегодня мы собираемся куда-нибудь поехать, пойти не на море, а куда-нибудь, не знаю, куда-нибудь я лично хочу, куда-нибудь, где есть речка, водопады. В общем, забиваем сейчас Google Maps, речка, водопады около Салоу, смотрим, и если найдем что-то подходящее, то выезжаем. Сначала мы поедем на рынок в Тарагону, в Бонависту, закупимся фруктами и овощами на недельку. Это, в общем, мой портрет 4 года назад рисовала, но это не я, я его буду переделать. У меня уже фото подготовлено, вот, в общем, надо будет переделать. А это моя кухня, я вот тут уголок художника, я здесь рисую. Иногда приходит дрюня, с умным видом берет кисточку и тоже хочет мне помогать рисовать. Ой, так что поехали сначала в Тарагону поедем. А, кстати, вот мой натюрморт, вчера закончила, называется Восхищение едой. Ты готов? Поехали? Одевайся, дрюнь. Спускаемся. Открывай дверь, поехали. Хочешь, я криво, сейчас она нужна. Давай. Поехали мы на рынок, в общем, все идут. В общем, тут можно купить все, что угодно. Фрукты, овощи, одежду, обувь, даже книжки за 1 евро. Вон, арбузов куча. Сюда привозят автобусы туристов из Салоу, и там, Старагон, из Реуса. И можно спросить Буновиска, и в воскресенье приезжать сюда. Кстати, по субботам тоже здесь бывает рынок. В субботу сюда тоже люди приезжают. Просто не здесь, а в чуть-чуть другом месте. Он тоже в Тарагоне. Тут большой выбор и по цене, и по качеству. Можно выбрать все. А еще можно купить кучу улиток и сделать, сварить улиточный вкусный суп. Картошка по 60 копеек. Очень хорошая картошка, свежая, новая. Арбузики. Что, начнем сейчас покупать? Что покупать тебе? Арбуз или дыню? Дрюня думает. В общем, сейчас мы будем выбирать. Дрюня хочет цыпленка. Он хочет животное. Тут животных не продает. Сейчас будем покупать фрукты. Овощи и фрукты мы тут выбрали. А Дрюня смотрит, глазки сводит. Он там сосиски продает, но он в другой стороне. Он обожает колбаски и сосиски. А еще он просит цыпленка. Адам, опять история повторяется. Дрюня просит цыпленок. Адам, цыпленок какает кругом. И кушать просит, и пищит. Но, я решу, мы будем кушать. Он все равно поест хлеб, он будет пищать, Дрюнь. Цыпленок пищит. Еще выпрашивает цыпленка. А нам тут сейчас нарезали дыню, и мы съели дыню. Это очень было очень вкусно. А до этого нам врезали арбуз. В общем, придешь на базар, всего напробуешься, и можно ничего не покупать. Тогда раз в неделю. Адам выпрашивает. Тут петушки, цыплятки, утятки, голуби даже есть обычные. А еще тут сидите стоят и выпрашивают. Какая прелесть. Уточки. О, даже это китайская порода. Как это? Китая, да? Лысые шеи. Ой, какая прелесть. Чего только нету. Самое классное это утята. Они такие звуки издают странные. У них такой нос смешной. Теперь попрошу попугая. Сегодня не продают попугайчиков, Дрюнь. Сегодня нет. В следующий раз. Пойдем. Салопа, зайди, мы едем вперед. Не знаю, куда. Ура! Ура! О, мы где-то вышли непонятно где. Круто, да? Мы на какой-то горе. Там такие скалы шикарные. Там вообще такая красота. Вон там, вон, вон. А мы остановились тут, потому что тут ежевика, вон, постела. Как ее много. Какая она классная. Это мечта вам. Птички кушают. Дай, дай пакет. Ладно. Вкусно? Собирали, но там колючки. И тапки не приспособлены по колючкам ходить. Может, на обратном пути это еще насобираем. Класс. У нас сейчас как раз самое время ежевики. Мы сейчас едем на самом пике горы, потому что с двух сторон обрывы. По самому, как это, не пик горы, а, как это называется, по репу, когда у меня поют песни. Потому что солнце сильно не печет, иначе было бы очень жарко. А вообще такой ветерок тут классный. И все усыпано, усыпано, кровь гроздья метает. Сейчас ежевики, но мы не совсем не подготовлены. Мы оставили машину. Машина начала вонять чем-то. Я не знаю, что случилось. Уедем ли мы домой обратно вечером. Какой-то там был спуск с горки. В общем, папа сильно нажал на что-то, не знаю, на что он нажал. В общем, из машины повалил жуткий запах гари. Мы ее сейчас оставили. Там еще другие машины припаркованы. И самое главное, что здесь нету ни сети, связь не работает. В общем, мы куда-то идем, не знаю куда. Но тут очень-очень красиво. Вот где мы находимся. Непонятно где. Среди гор. Но здесь очень красиво. Тут можно снимать Игры престолов, как драконы летают. Устроить привал. Перекусить. Дрюня уже по дороге съела кусок бутерброда. Вот такие бутерброды у нас с чорисо, помидор, оливковое масло, альбуака. Это что такое? Альбуака. Это базилик, сыр. И что-то еще я уже не помню. Такая голодная. Очень приятного аппетита. Горчица. Люблю горчицу. Сейчас нашли в Риддл. Французскую горчицу. Вот там внизу речка. Сейчас поедим, пойдем туда как-то спустимся. Как здорово. Папа на себе тащил стул, чтобы на стуле посидеть. Си-си. Будешь кушать? У тебя еще один есть. Букадуля. Будешь? Ладно, отдыхай. Оно, а комидо уно. Пять часов вечера, а они решили палатку ставить. Адам помогает палатку делать. Когда же мы отсюда уйдем-то? По темной ночи или до завтра будем спать? Я пока чипсы погрюзу, пока они там палатку делают. Что, вы палатку ставите? Палатка. Палатка. Хочешь чипсы? Хочешь чипсы? Пока папа не висит. Кушай. Пойдем сейчас к речке. Да ешь, ешь. Пойдем к речке. Оставим папу спать в палатке, а мы сейчас пойдем к речке. А еще сейчас здесь, наверное, будут расти грибы, которые называются цезарев гриб. Это просто такой классный гриб. Если смотреть с ним суп, то это обалденно вкусно. Я в ютубе видела, народ ходит в августе, как раз вот в это место собирает этот гриб. Он как яичко, а головка у него такая ярко-оранжево-красная. Называется цезарев гриб. Смотрим, как они тут палатку делали 20 минут, а потом 20 минут ее будут убирать, и полежат всего 3 минуты. Ола! А все, что нормально, мир костя. Они ее неправильно сделали. Я не могу, как смешно. Чудесная палатка. Ты счастлив, Дрюня? Адам, ты счастлив? Да. Папа на кусочке лежит. Пошли, Дрюнь, к речке спустимся, а папа пусть спит тут. А если мы потеряемся? Ставили папу в палатке, а сами спускаемся по вот таким значкам вниз на звуки речки. Мы шли все это время. Дрюня хочет плавать. Где ты здесь будешь плавать, Адам? Тут негде плавать. Кошмар какой. Чуть-чуть водички, 2 грамма воды. Адам сейчас будет плавать в луже. Адам у собака. Они вдвоем решили поплавать. Она такая прохладненькая вода. Она реально очень ледяная, эта вода. Я так понимаю, что, по-видимому, водопады, это где-то вот туда. Люди тоже туда пошли, семья, которые с нами приехали на машину. Ну, не с нами, а рядом поставили, припарковали машину. Они пошли, видимо, куда-то туда. Вода леденющая. Ну, где-то там впереди есть водопады. Ой, господи. Дрюня так и остался там. В общем, вот сюда мы ехали. Но здесь вообще кругом, как мы посмотрели по картам, разные есть места с речками. Но почему-то выбрали это и ехали сюда. Видимо, сейчас лето, конец августа. И часть реки высохла, поэтому назвать это речкой, не знаю, можно ли это назвать речкой. Ручеек какой-то среди гор. Вода очень ледяная. Не знаю, что будем делать. Дрюнь, пойдем вперед, пройдем чуть-чуть. У меня ноги от холода просто сводят. Ничего себе, какая она ледяная. Она реально очень холодная. Руку после чипсов помою. Да, это речка ледянушка. Дрюня там в лужи торчит. Дрюнь, пойдем куда-нибудь. Адам, бенеки. Хочу водопад. А, вот, микроводопад. А, вон там какое-то микроозеро. Вон дети сейчас будут плавать. О, какой классный водопад. Надо это мне сфотографировать и буду рисовать. Пошли, там побольше воды. Там хоть можно зайти поплавать. Ну, правда, если судорога и не сведет тело от холода. Смотри, какой микроводопад. Ты когда-нибудь видел водопад? Ты не видел еще снега и водопада? Ну, еще много чего не видел. Смотри, водопад. Вот, смотри, как вода падает. Видишь? Вот там микроводопад. Видишь? Вот и тапки не потеряй. Пойдем сейчас вон туда. Вон там, типа, побольше воды плавает. Падает. Проходи. Ой, господи, не упасть бы. Тут с телефоном не навернуться. Чего ты говоришь? Тихонечко, тихонечко. Представь, что ты этот, как его там, Маугли, Робинзон Крузо. Ну, спускайся. О, как классно. Она реально ледяная. Но это то, что надо как раз. Вот в такую жару. Видимо, а там еще дальше я слышала крики. Крики-визги. Видимо, народ. И там дальше тоже промечена дорожка. Видимо, там водопады, которые я видела в интернете снимают. Фотографии. Что язык заплетается, пока в эту гору спустился. Сейчас поел. Еще спустился еще вниз с горы. Ну, ты молодец. Видишь, в шлепанцах как. Если они будут мокрые, еще больше скользить будут. Подтяни штаны. Они у тебя сваливаются, Дрюнь. О, какая она прозрачная. Такой булыжник. Не, можешь мочить их. У меня есть другие шорты. Эти люди куда-то в другое место идут. Но я уже не знаю. Куда уже не пойду. Нам и тут хорошо. Хотя мы водопадов не увидели. Уже полшестого. Еще на гору подняться. Еще неизвестно, заведется ли машина. Если что-то, мы тут заночуем. У нас вырастет борода. Спутаются волосы. И мы тут будем жить. Кушать чернику. Ой, чернику. Грижевику. Будем пить эту воду. Ну, туда заходи. Прыгай. Вон там глубокое место есть. Прыгай туда. Ну, не прыгай сильно. Я думаю, что зимой это речка полноводная. Тут дядька Акадор шел нам навстречу с собакой гулял. Сказал, что тут три источника высохло. И вот четвертый подсыхает. Ну, в общем, видимо, здесь она бурлит зимой. Где лучше, здесь или на море? Везде по-своему, правда? Здесь. Ой, как тут классно. Вот и какая там пещера из камней. Поплыли туда. Поплыли туда в пещеру. Что-то там есть. Ничего там нету. Потому что такой булыжник огромный. Может, она от крика может упасть на голову. Слушай, страшно. Мама, я сальто. Ну, сальто. А что, моя Айуда? Ты залезешь на камушек и прыгай. Ой. Давай, залезай. Вот, тут какие-то тряпочки в воде. Мох. Кто-то кинул камень. Как страшно. Что-то для нас кинул камень. Мама, кто-то кинул. Давай, прыгай. У-ла-ла. Да? Дрюня хочет ночевать здесь ночью. Да. Сейчас он изображает охотника из себя. Ночевать здесь ночью. Ночью. А я говорю, что ночью приходит тут волк. А он говорит, что он будет охотником. Убьет волка и съест. Пошли, папе поможем палатку сложить. Он ее полчаса раскладывал. Теперь полчаса будет складывать. А тут у нас хорошее. Ой, какой ты. Покажи мускулы. Покажи мускулы. Ой, какой охотник злой. А ты что, на волка голыми руками пойдешь? У тебя же ружья нету. Нет? Ой, какие мускулы. Слушай, ну ты даешь. Пошли, Дрюня. Не бойся. Не бойся волков. Я хочу, чтобы он все равно сидит. Хорошо. Как тут тихо. Грибов мы не нашли. Уже, кстати, вечеряет. Нам еще подниматься вверх в гору. Пойдем палатку заберем. Если ее еще не забрал волк. Сейчас, кстати, эти люди с собакой пойдут. Понимаешь собаку? Они, наверное, там сделали крюк. Круг сейчас будет оттуда выходить. И что? Это знаки на деревьях, чтобы люди знали, куда идти. Вот видишь, вон там еще знак. Это такие маршруты пешеходные. Можно взять рюкзак, еду и идти вот по таким маршрутам. Кстати, много таких маршрут. Можно в Фейсбуке найти друзей. И по Фейсбуку найти друзей и ходить по таким маршрутам. Ушли люди. С собакой папа спрятал палатку в свой волшебный стул. Дрюня проголодался. Все по правилам делать, да, Дрюня? Нельзя же папа стул тащить на куру. Открыть, открывай. Ты тихонько ешь, не откусывай язык. Видишь, мы весь мусор с собой забираем. Нельзя на природе оставлять мусор. Кстати, там, где мы плавали, сейчас рыба подплывала к ногам и щипала ноги. Она такая голодная. А здесь папа полежал в палатке и сказал, начали на меня ползать всякие букашки, кусать. Когда идешь на природу, нужно каким-то продуктом себя обрызгивать. Иначе будешь весь покусан-перекусан. Как трудно в гору-то подниматься. По камням. До свидания, гора, до свидания, река. Сейчас самое главное, чтобы наша машинка завелась. Иду, иду. Пойдем, пойдем. По той дорожке прошли. Ничего, весь этот ансерпантин. А сейчас идем здесь. Уф, нелегкая эта работа. Отдыхать на природе. Пошли нам еще ногу подниматься вверх. Такая тишина. Ладно, я последняя от всех отстала. Впереди аргентинцы с колумбийцами шли. Внутри у меня даже убежал. Я последняя. Фух. Пал сейчас с горы. Спускался. Разбил себе ножку. Бубочка маленькая. Солнце садится. Спускаемся мы с горы. Все устали. Еле залезли на эту гору. Кстати, в горах по дороге очень много вот таких заводов, которые добывают гранит. Гранит. Один завод, два мы проехали. Огромные заводы такие. Там даже целые разработки. Пол скалы уже отрезали. Смотри. Болит ножка. Мы ее замазали зеленкой. Я хочу джип, чтобы я не сломала ножка. Я дам мне купить на лидер у мастеньки джип, чтобы купить. Любишь ежевичку? Мы, короче, вот сколько ежевички собрали. Еще половину по дороге съели. Папа, что ты на лидер? Все, пока-пока. Ой, папа, у меня будет куча. А мы будем есть ежевику. Мы очень устали. Всем пока-пока.